В Айсапи есть такое место, который, ну такой артефакт, который называется Палачущая колонна. Она известна с глубокой древности. Сначала она была христианской святыней, а после завоевания Константинополя турками стала святыней исламского мира. Колонна обита пронзовыми листами. Нужно большой палец поставить. В исламской традиции еще и правильно его прокрутить, но это вы можете отдельно почитать. Да, влажные. Причем это отверстие, оно абсолютно тупиковое, да? И это отверстие влажное, действительно. Вот удивительно. Вот то место, которое на мраморе, на которое нужно ставить палец, оно сейчас превратилось в отверстие, ведущее в колонну. То есть то, что вы видите на видео, вот это отверстие, это не то, что там было изначально, это то, что люди прокрутили пальцами. И, конечно, конечно, это такой для меня лично очень интересный был эксперимент, да? Колонна, которой там известно больше, чем тысячи лет, и о которой сложены легенды, и многие люди специально приезжают туда, чтобы вот палец поставить и попробовать эту колонну, которая на ощупь была влажная. Я не исцелюсь. То есть изначально это просто была мраморная колонна. Подозреваю, что это была колонна древняя, как мы уже с вами говорили в фильме про Айя Софию. Мраморы были и колонны в том числе были привезены из, со всех уголков, тогда это называлось Айкумена, со всех уголков древнего мира, потому что строился новый Рим, и вся Айкумена, в общем, принадлежал Риму. Такой внутренний двор Айя Софии, и вот видно, что еще здесь копать, копать, если, конечно, есть желание копать. Археологам здесь я не знаю вообще турецким, что нужно, да? Вот кусок профировой колонны. Вполне возможно, что им уже ничего не нужно. Древние храмы лежали в руинах, их никто не защищал, и можно было брать любые объекты любого размера, как вот мы говорили с вами в египетском, фильм про египетский монумент, стелу древнейшую, которая лежала на земле в Египте. Погрузили на баржу, потом на корабль отправили в Константинополь. 600 тонную и высоту 38 метров, да? То есть технологии этого времени, как ни странно, позволяли перемещать объекты вот такого размера и такой сложности. Видимо, эта колонна тоже была одной из колонн древнего мира. У нас есть фильм про подземную базилику, Цесерну базилика. Там стоят сотни колонн древнего мира. Наш фильм посвящен двум из них. Это колонны, которые на своей вершине имели высеченные изумительного уровня скульптуры головы медуз. И эти колонны поставлены наоборот, да? То есть голова медузы поставлена на темечко, вот и отвернута еще от прохода. То есть ты заходишь, и сначала у тебя, конечно, это обычная колонна, но к ней стоит очередь, и ты потом подходишь, видишь это чудо. У нас есть это в фильме про цистерну базилику. Кто не смотрел, тут посмотрите. Зрелище, когда подбородком вверх вот такая мифическая голова такого мифического существа. И тоже это повернуто в самый дальний угол, не к центральной части цистерны, а повернуто так, чтобы этого не было вообще видно. И только вот сейчас мы можем смотреть, потому что здесь специально организован просмотр. Недалеко от Софии находится цистерна базилика, и в ней тоже есть плачущая колонна. Поэтому не перепутайте. В Софии плачущая колонна и прямо рядом с Софией в цистерне базилики тоже плачущая колонна. В цистерне базилика сверхинтересна по своему орнаменту и по вообще тому, как она выглядит. Пожалуйста, обратите на это внимание. Вот она знаменитая плачущая колонна. По ней действительно спекает вода. И вот она вот такой фактурой, которая отличается от всех других колонн вот этой подземной базилики. Совершенно что-то удивительное. В цистерне базилика хотя бы это как-то объяснимо, потому что это подземное хранилище для воды. Находится оно ниже уровня всех мостовых, примерно на 12 метров. По колонне строится вода. Как-то это объяснимо. Хотя потолок базилики абсолютно сухой. Вы можете посмотреть на нашем видео, я специально приглядывался. Абсолютно сухой. При абсолютно сухом потолке колонна источающая воду, конечно, интригует. В отличие от всех остальных, это единственная, которая мокрая колонна. Так. Остальные тоже мокрые. Я потрогал. Якобы возведена в честь рабов, которые здесь убирали во время строительства. Они были санкции, что они? Абсолютно. Абсолютно. Насколько интригует та колонна, которая находится в Софии. София находится на таком насыпи, на старой насыпи, практически на холме. То есть, там место на самом деле сухое. Туда вода. Вообще непонятно, как поступает. Какая-то там совсем иная природа поступления воды. Считается, что плаща колонна в цистерне базилика была сделана в память о тех людях, которые погибли при строительстве. И это их слезы. Но, конечно же, по орнаменту колонны видно, что эта колонна тоже очень древнего, древнейшего, возможно, происхождения. Орнамент на ней удивительный. И сама колонна с очень серьезными следами коррозии. Древнейшей коррозии. Посмотрите, просто вон та колонна такая же мокрая. И вот эта такая же. Нет, она отличается фактурой. А вот тут с этого ракурса видно, какая она неровная. Мне кажется, это эрозия. Не думаю. Хотя, может быть, эрозия. И в этой колонне тоже не перепутаете. Тоже есть отверстие для пальца. Но вот эти колонны тоже влажные и по ним тоже сбегает вода. Вот удивительно. У меня ощущение, что здесь сухой потолок, но вот такие влажные колонны, по которым бежит вода. И, возможно, это как раз водой наполняло вот это подземное водохранилище. Так же, как в колонне Вая Софии, так же и в колонне в цистерне базилика есть отверстие, куда можно поставить палец. Это отверстие тоже протерто пальцами людей. Вон там даже не какие-то буквы. Я трогаю сейчас потолок вот этой базилики. И вот он абсолютно сухой. А вот здесь намокло. Видно, что здесь прошла вода, но вот за полторы тысячи лет этому потолку ничего не случилось. Посмотрите. Он построен при императоре Есениане. И здесь нет ни выбитого кирпича, ничего. Вот эти протечки воды ни в коем образе. Ого, идут школьники, спасаемся. Поэтому, скорее всего, да, вот эта колонна Вая София, источающая воду, это какая-то святыня древнего, возможно, до потопного мира. Да, в природе есть камни необычных свойств. Представляете, да, камень, он сухой. Невозможно, да, чтобы сквозь мрамор шла вода. Невозможно, мрамор не известняк, камень других свойств. И тем не менее, вот эта колонна каким-то образом, ну, есть разные версии, что она притягивает воду и потом ее отдает. Но это не важно. Важно, что камень, мрамор в этой колонне работает не так, как 99,9 мраморов везде повсеместно во всем мире. Да, он, этот мрамор, необычных свойств. И соприкосновение с такими артефактами, безусловно, это хорошее испытание и хорошая практика. И очень мощное впечатление для любого, кто занимается энергетикой, кто занимается камнями, кто вообще занимается свойством себя и свойством природы. Вот этот фильм, такой ознакомительный, мы просто вам говорим, что такое чудо святое есть. Влажное и обладает какой-то немыслимой целительной силой. Вот здесь вот мы с вами в Святой Софии смотрим такое чудо. Если вам интересно, какие у меня есть гипотезы. Сейчас просто страшно ставить гипотезы в первый же фильм, потому что, ну, хочется хотя бы, чтобы сразу не засыпали дизлайками, да. Если интересно, ставим лайк, и я поделюсь гипотезой и своими личными впечатлениями вот от этой колонны. И если это вам интересно, то вы всегда сможете приехать в Стамбул, пройти в Айвесофию и лично испытать этот артефакт древности на себе, поставив туда свой большой палец. Любим вас. Любим вас на канале Мастер и Го. Чудеса. Возможно, чудеса вокруг нас. Нужно только поставить большой палец и нажать лайк или прикоснуться к плачущей колонде. Субтитры сделал DimaTorzok